мы снова с вами ну про что там рассказывал? слушай представляешь чего? это мне позвонили друзья мои глухонемые и обычно когда звонят сбрасывается связь вот я знаешь что хотела сказать? Оля вот ездила на этот что там курсы или что там еще на обучение и там были тоже ну типа фермеры такой и Ольга с ними разговаривала представляешь просто задают постоянно вопросы что вот как куриц там клюв прижечь да как крылья обрезать и они сказали ни в коем случае нельзя снимать могут канал забанить если вы будете на канале обрезать крылья там один чувак убивал ну не убивал показывал как забивать кролика и его канал забанили а у нас просто очень много было спрашивают как крылья обрезать и мы даже сняли тогда видео да и Оля говорит нет давай все-таки вот какой-то у нее чутье говорит ну не будем выкладывать потому что мало ли что оказывается нельзя нарисуйте в картинках я просто первый раз тут и ничего не знаю а ну да есть и в перископе кто-то звонит блин надо обрывать я сбрасываю 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 и сказал написал у нас с мамой съемки вот и вы представляете нельзя оказывается такие вот вещи снимать там как убиваешь там птицу там животных ну типа как уж самая разделка там тушки только а если ты отбивные делаешь это тоже пока нет но это не то совершенно а то тут кому здрасте а сколько вот допустим страны на каналах на ютюбе показывает как машины там сбивает кого-то как аварии это не банит не банит а вот это просто где-то если пожалуется ну вы классная семья лишь у нас новые есть чуваки чуви сейчас опять цепени на новые друзья друзья на семейных посиделках вам но ты не хочешь тебе какую-нибудь новую курочку добрый вечер вожайск на пробу вечер какой-нибудь курочку какому там редкую купить как нет не хочу потому что я не занимаюсь или уж породным разведением птицы это как бы люди занимаются которые это у них бизнес да конечно там все знаешь как а у меня нет у меня вон я роду каждый день мы с папой принимаем цыплят утят что у вас в кружку что по чесноку у меня в кружке мартини не не мартини а вермут так что я сейчас соком скажи ночью соком сейчас я насочусь но пятница как-никак и мне уже 18 лет не урони кружку я тоже хочу но я еще пока что не в такой стадии чтобы кружки ронять да тоже хочу она стекло туда лопнула и оставляете не пиво 17 у меня карликовый кихи к хин хины очень классно мне 18 небольшим хвостиком кокингхины ты не знаешь такой цветок нет это не цветок от курица чудо тост в студию мы под ним потом молодец и лишь отдыхать надо обязательно ну чё фигли пятницы ну конечно я же участвую мамы такая расслабляться ну не ну правильно отдых тоже должен быть что мы шашлычка да не говори на дачу как-нибудь заморочиться на штуки тоже перископ бы вышли пикинка клёвы не обижайся ты клёвы спасибо крошка развратница сейчас у вас двери все открыты а что такое это как фильм ужасов мама закрывать дверь а марк где-то рядом да а что случится марк он честно с баклажанами своими загасит что случилось а мясо ухты классно утеплиться марк я сказал у меня двери всегда открыто лето наступило открывайте дверь на улице жара я буду двери закрыть что приходите в мой дом у нас тоже шашлычок только рюмка водки на столе все в гости все в гости вам ты любишь сама в гости ходить ой я раньше очень любила принимать гостей а сейчас я тоже и марк замариновал смотри-ка все гости не любишь ходить 8 ну мне как-то сейчас особо не как нет но люблю друзья у помидор скрутились листьев трубочку вот есть отличное средство удобрение называется mac bor вот его разводите и делайте в них корневую подкормку у меня тоже самое я пришла представлять в теплицу а и подкормить фосфор суперфосфат и серно кислый калий в общем короче я зашла в теплицу захожу это уже я была в шоке я такого не видела у меня помидоры стоят в трубочку все представляете ну думаю ладно развела я этот бак макбор этот макбор бор вот ну и попрыскала все примут прямо на следующий день уже к вечеру они все распрямились вы знаете вот а вообще очень хорошо это обязательно нужно подкормка до суперфосфата серно меня просят песню спеть да мама как из помидор семенам возможно вообще вытаскивать мы не сторонница чем сейчас можно подкормить свеклу конечно же дрожжами твоими дрожжами там нет но свеклу подкормить вы знаете я вот все вот честно положа руку на сердце я практически на своем огороде не подкармливаю я просто смотрю если растению это не надо зачем его подкармливать у вас требуется значит можно кормить как часто вы выходите теперь перископ пытаемся выходить почаще ну где-то почти каждый день пытаемся помидор помидор я поливаю сейчас где-то примерно два раза в неделю только опять все это я смотрю индивидуально да по растениям видно курсов парники вашей компании как у вас дома обязательно опрыскайте завязью вот обязательно потому что вот это вот портая кислота и все не то зависть там и микроэлементы и все образ опрыскайте и все-таки огурцу я вот говорю все равно нужно удобрение с микроэлементами вот это нужно обязательно ну не спи спят усталые игрушки книжки спят илюш усталый сегодня мало спишь да здрасте как я наш ленка сколько сплю много ну хватит я уже зазевать начала и подушки ждут ребят а я не буду горевать и буду танцевать и если на утро болит ваша голова посыпать и чего не поняла юля а как получить отростки от кустов например смородины вот сейчас прям возьмите веточку и просто напросто и пришпильте к земле и засыпьте землей на следующий год у вас будет отличный отличный ученившийся черенок весной его потом отрежьте от маточного куста и он будет с корнями маточного да это вот всю смородину кружевник так хорошо завтра рано вставать прощаюсь пока пока чоба какого нифига сишку какая шляпа нет моя моя мамина ночью я выхожу в этой шляпе голый и хожу по городу серпу в одной шляпе так что если вы встретите меня центре города не пугаетесь шутка какая шутка чуть ты меня оправдываешь может я правда там на кишон бегаю время детская у тебя хороший вкус илья вообще а потом опять тебе дизлайков ютюбе наставит хрен к этому видео привет вам привет смородину какой сорт приветствуете вы знаете честно откровенно говоря мы не очень любим красную смородину я люблю что же ты ее не ешь у нас прошлый год вся красная смородина в этом году я полюбил да у нас будет в этом году красная смородина будет там несколько кустов оставили остальные по выкорчевывали выкорчевывали а зачем ну потому что она во первых заразилась голова и тлю и вот сколько не борись все-таки нам пришлось не расстаться завтра днем перископ выйдите выйдете выйдем восколько проснёмся восколько проснёмся как дела посмотрим илюша шляпка это круто тебе идет да еще были ком без портовка в шляпе да наконец-то сегодня сварок клубни клубнику поела это хорошо да это правда проблему с ним ждать что дает раз вели в одном городе что-то живучим а ну что типа голым бегать это олька из серпухова а кстати а вот я ольку запомнил серпухова а вторую девочку не запомнил которым я сегодня футболки покупал как к зовут вторую девочку это тебя нас познакомился да вот это олька и серпухова карать а это катя из серпухова олька и катька вижу нас это я кто я стоп я что-то запутался это еще кто-то из серпухова что-то ты запутался то среди девушек среди дам то наша знаю теперь ольку ленку катьку марка мы знаем правильно знаем донбасс вот как донбасс зовут как у нас питере клубника только начинаем кимберли ким ким бессенджер а меня я знаю что постоянно вы постоянно пишите комментарии ну убей хоть не знаю но я не могу всех запомнить надо пытаться напоминать постоянно это постоянная девушка девушка с нами она пишет нина нина вы откуда чтобы не вас запомним не главное фотку не меняйте нина нет а у нее это постоянно футка нина не ног вы откуда чтобы мы запомнили я из мажайска в мажайска если мы узнаем что мажайска проводе это не не принимая почему мы всех принимаем а вот меня хорошо сразу просто кто постоянно сидит перископе мы уже так да уже туда знаем так как зовут и из мажайска не на не на катя с аватаркой делится вот и лишь и подружки рядом хорошо можно и я машу ли машу вот видишь а мне всегда сложно стать все равно именно запоминать пирож когда в сентябре наплыв но я чешу редко но смотрю очень приятно потусить ну что ты притихла вопрос в студию для садовода-агроводника юлии меняевой у нас звонок в студии алё алё здравствуйте здравствуйте юлия я смотрю ваш канал постоянно и все весь подъезд смотрю первый раз перископе на ютюбе часть частый гость у илюши смотрю видео ролики как тапас тапас это на грани фантастики вы не представляете это это насколько удобно я теперь как чищу картошку могу открыть воду и даже и никому не говорить закрывайте воду не лейте воду зря у нас легкие они переполнены то есть мы живем теперь полноценной хорошей жизнью льем воду сколько хотят давай спросим давай это вам давай спросим мнение у наших зрителей какой мне видос на какую тему следующую снять давай может они подскажут и тебе можно про сад про огород там про перчики помидорчики а мне подкиньте идею а что такое тапас это система какашки перерабатывает в воду это хорошо юля а у вас не успели в квартире газ не успели так сними коллекцию лягушек тебе все просят их надо еще с квартиры притащить ну ладно сниму коллекцию лягушек смузи а честные за честные сооружения тапас юля у вас нет не растет у меня растет торн я обожаю торн развожу торн мне очень нравится салат из торн а значит компот из торна маски из торна омолаживающий торн или бу чучу болтанку чучело давай поржу до чучел когда сделаешь давай мне на огород а ну ладно попытаюсь чуть-чуть а как я где палку возьму тебе ну папа тебе крестовину собьет и все юля огурцы дамы огурцы юля ест огурцы давно я не вижу огурцов потому что юля съедает все огурцы она есть сразу же с грядки никого не подпускает грядки я как выйду в огород юля ест огурцы вообще я не знаю я знаете так лук весь пошел стрелку говорю вам дай огурчик она нет самой мало с грядки все есть дом не приносит вот это вот томатное это дерево это спрут я не знаю вот видела в интернете там у одних прям ну прям не знаю прям огромное у меня чуть не мычит не телец плохо растет давай или я ждешь чё ждешь-то огуречка тебе вони ведре он там стоят вот лишь говорит спала ешь сыну говорит видео фруктовый лед из натуральных сок и ягод вот так надо эти купить фикс прайс такие штучки делать можно мороженое покусить скобами тем-то понапредом углей прохладительные много запросов вы найти много запрос вот а как вы выращиваете я выращиваю беру семечки я выращиваю как я вырастила рассаду и посадила его специально посадила в бочку бочь потому что я видела что ему нужно постоянно много земли давать много питания перегноя и вот я его хоя лелею вообще пылинки с него забываю простите пожалуйста в ближайшее время я у вас видел на огороде 10 людей восточной внешности это кто были ваши работники так вы не сама работаете на король не я сиди а сельдерей выращивать до выращиваю но мы его как-то не очень любим а ты вообще интересно готовишь обхохочешься скажи что в правду подумают что у нас в вагончиках до живут люди люди и работа поливает ну вот сегодня с ольгой занимались прополкой пололи капусту пропололи капусту стоит все чистенько а я смотрел что рассада должна быть огромная марк я не знаю я ее посадила свою эту рассаду еще делали пусть илья расскажет про томатная зельба подождите про томатная зельба мне надо вас совет спросить я часто был в арабских эмиратах а сейчас и собрался в израиль меня же не пустят в израиль нет о чем не делать я хочу в израиль не говорят делай новый паспорт как новый паспорт ну правильно там же не будет ничего штампова не пустят видишь давно не было видео про заготовки так не пустят ю . почему у меня слива цветет и четыре года плодов нет потому что а так потому что нужно обязательно сливу обрабатывать несколько раз до цветения даже когда бутончики появляются нет они проверяют не курска жизнь жестианская это чем не ущерб израиль я не попаду ни разу там это здорово ну да мне тоже говорят там стул ну-ка пататься то можно интересность товарищ скажу на весь паспорт дубай чтобы корневая система была огромная кстати люк ты обещал какой-то философ философия леска чего-то перегорел далее надо было раньше под настроение снимать у меня что строение скачет то одно и то другое не знаете почему питуньки не цветут вы знаете вообще это очень странно почему они не цветут обычно они как бы мне кажется может быть купить попробуйте любое удобрение для цветущих растений да а когда вы их сели питуньки 7 лет назад сколько у нас сейчас у нас 10 часов нет подскажите сколько в москве время ой феврале ну прям даже прям странно почему они у вас не цветут купите любое удобрение для цветущих вот любое и попробуйте подкормить и может быть что-то им не хватает не знаю у нас цветут питуньки а вчера посадила бегонию пишу илюшка когда женишься вот прям у всех я честно говоря не хочу мне так сейчас кайфово живу наслаждаясь жизнью гармонию мате илюха айтир пустят в питер то пусть это в этот куда я собрался не горюй там куда забыл забрался забыл забрался а так довольно правильно кайфуй не ну не кайфую все придет само собой есть а мне сейчас и я очень клёво я прям благодарен что у меня такая замечательная жизнь и именно я живу сейчас такой жизнью и что будет в будущем я знаю что у меня будет все хорошо в будущем и это очень клёво что я прям наслаждаю жизнь я благодарен тебе мамочка скажут после мартини там благодарен тебе что ты мне подарила жизнь и вот сейчас мне самая хорошая жизнь спасибо тебе дочечка конечно все хорошо будет да нет по-другому и не может быть конечно все будет хорошо а чё сейчас плохо что ли и сейчас все отлично просто не встретилась мы поженились салагами вообще а я тоже была маме вообще мы рассказывали в кого-то есть сколько лет вводит а с тем уж двадцать а мне было восемнадцать ну что уж двадцать два вы воспитали такого золотого сынули я знаю что в комментарии написали обоссаться я слушаю оле старше тебя да оле старше написали с мамкой своей задолбал вообще всех скоро спать с ней вообще будешь мам да ты что в перископе я такой чёрный думаю семён семёныч и так тебе написали где в ютюбе в ютюбе ага бассаться я думаю я понимаю мне было в 18 лет что я блин ну я просто ценю своих родителей в этом году девять лет нашей семье вместе растем учимся строить это очень хорошо надо жить прежде всего для себя но и надо не забывать про родных и близких мы ему два годика буду счастлива если он будет так относиться ко мне когда потом со временем понимаешь что понимаешь что жизнь быстротечна и надо прям наслаждаться люди раз больные тоже youtube да больные тоже youtube мне тоже вот так просто надо быстрее потому что найти как все быстро какой кошмар вот хоп пять лет прошло хоп еще опять оглядываешься уже 15 лет прошло просто вот про то что про людей да вот это илюшка сидели вот тоже говорили куда мы катимся тоже да вот куда мы катимся это 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 вообще это кажется вот кажется вроде бы мелочь да но все равно решит когда поражение как всегда чем старше становишься да а как-то да это вообще не думаешь смотрел илюха долго прогуляешь будешь старый перец моему сыну 6 половиной тоже хочу в первую очередь быть другом нет бывает совсем что такое или уж ты правильно делаешь мамуля с папулей святой. И себя не забывай. Я же, конечно, не забываю. Мама мне. Куда ты едешь? Я говорю, мама. Я говорю, в возрасте, о воспитании. Да, мама, папа. Они, может быть, наркоманы? Я говорю, все. Нет, они, может быть, пьяницы? Я говорю, мама. Но я всегда, нет, я просто переживаю. Алло, алло. Ты где? Синие сердечки только летят. Вот его молодец, Ниночка. Синие сердечки. Вот и красный, и зеленый, и коричневый. О, все цвета радуги. О, да. Мамы все такие. Мужчине никогда не поздно жениться. Да и женщине никогда не поздно. Я знаю, бывает случаи. У меня вон водит ребенка одна женщина. Хлобысь, та-та-та. Жила с одним мужчиной. Потом развелись, и она... Да, все бы такого сына. Илюша умничка. Илюш, ну ты меня прямо убил. Надо такую фигню написать, а? Про чем? Я теперь понимаю, почему ты хочешь стену закрыть. Да, мам. Вообще-то... Рук не хватает на сердечки. У меня... У мужа такая мама. Не представляешь... Не представляю, Илюшки. Илюшину невесту. А я бы хотел, чтобы у меня невеста была ютюберша тоже. Да? Блогерша. Я говорю, мужчине некуда торопиться. Илья. Илья, я такая же, сын говорит. Достала. Мы, наверное, все такие мамы. Все время звонит, беспокоится. А знаете, я вам открою тайну. Мама такая обычная. Ну ты где? Я говорю, я в Москве. Ты приедешь? Я говорю, нет, сегодня не приеду. Завтра пиду. Я говорю, как у тебя дела? Ну ладно, все, давай, пока. И трубку кладет. Нет бы со мной пообщаться. Она. Не приедешь сегодня? Я говорю, нет, сегодня не приеду. Ну ладно, все. Я говорю, мам, мам. Ну ладно, все, все, пока. Пип-пип. Да, мам? Смеется, смеется. А мне такие, что там? Я говорю, да, мама, вон. Спрашивает. Да, мам? Сыну 23, у нас один в один. Так. Занятой Юля человек. Свекровь тоже так делала, когда... Ночевать не приходил, вот. Илюхов, какой у тебя типаж девушки? А мне кажется, нужно просто встретить... Ой, глазом устроить. Свою половинку. Давай я буду читать. Юля, я такая. Узнала, как дела, жив-здоров. Все поговорим потом. Моей восемь лет. И мне говорит, мне уроки... Мне говорит, у меня уроки, не звони. Вот так. Вот. Вот. Что-то мне кажется, мам, жарковато уже стало, нет? Ну, что же, с кислород съели. Какой кислород? Вот окна открыты. Мам, ну расскажи, пожалуйста, завтра какие у тебя планы будут? Завтра мне заказали 4 килограмма клубники. Ложечки-то мои. Хлеб у тебя больше не заказывают? Нет, пока. Моей 25 тоже переживаю. Ну, конечно, я все переживаю за своих детей. Хлеб? Нет, хлеб пока нет. Да и знаешь, такую жару хлеб печь. А, мам, а помнишь, я когда в клубах работал, я говорил вам, помнишь, вы меня высаживали? Меня к клубу не подвозили, а высаживали. Помнишь, вы где в Ростинге-то сбоку? Ага, ага. Я говорю, высаживайте меня здесь. Все, высадили, я вышел с сумкой к клубу, попер. Какое видео ждать? Это кому? К Илье или ко мне? Ко мне, да? Это с алкоголем жарко. Ага, кстати, может быть, да. Илюха, тебе нравятся... Блондинки или брюнетки? Раньше у меня был вообще фетиш, это блондинки. Да, ну, да? Да, мне очень нравились блондинки. Да ты чё? А сейчас мне и брюнетки, и ничего. Самое главное, чтобы человек хороший был. После маркетинга всегда жарко. А мне мама, читай, не вижу. А мне мама на 15 минут задержалась, встала на перекрестке и стоит злая. От мамы Юли его. А, от меня видео? Да. Видео, наверное, какое, да? Чё будете снимать? Ой, нам надо видео снять, вот честно говоря, прям вот честно говорю, нам просто... Что в моей сумочке? Нет, нас попросили, нам привезли новый совершенно, новый инкубатор. Инкубатор, да, инкубатор нового поколения, который разработали там мупер-супер. Учёные. Ну, ребята молодцы, постарались, да, и они просто попросили, чтобы мы людей ознакомились с этим инкубатором и будем снимать вот этот инкубатор. Нет, и пойдём на огород, на огороде там кое-чё надо снять. А я с сыном не хожу по магазинам. Все говорят, жена, позорище! Илья, сними, что в твоём рюкзаке. Не могу снять, поржу тебе, очередное видео, что в моём рюкзаке. У меня где-то было, что в моей сумке, я сниму, что в моей... Это как я в сумке всегда телефон ещё и не могу найти. Мини-фермер, шланги из фикс-прайса. Что-то засоряется. Засоряется. Вы знаете, я не знаю, я их использую, и они у меня не на земле лежат, поэтому не засоряются. Снимите про инкубатор, я свекрови покажу. Да, вот прям буквально засоряю. А мне на сына говорят, что он мой братишка. Я говорю, ну да, сын же. А как же обзор лягушек, блин, ну ладно, лягушек сегодня покажу вам. Про... Сейчас помоюсь и лягушек покажу вам свеженький. Про ткнулышек. У меня муж, знаете, не шилом протыкает, тоже хорошо, а толстой иглой делает дополнение. Вот, кстати, в первой фикс-прайсе были шланги намного лучше. Висят, как у вас в теплице. Ну вот, первые шланги, говорю, были вообще прям, знаете, а сейчас вообще, я не знаю, тоже мы дырки дополнительно делаем. А, скажут опять проплатили все. Это в смысле рекламу или что? Это скажут. Вы знаете, говорят что угодно. Ну просто я говорю, что я человек заинтересованный, мне тоже очень интересно найти именно тот инкубатор, который мне подойдет. Поэтому я согласилась, почему бы людям не показать. Потому что сделан действительно, там они, ну все в нем предусмотрели. Илюха, стойку, бар. Блин, да я вообще не знаю, я на квартире-то редко бываю, надо все собирать, в джакузи полежать. Юречка, орхидеи как часто поливаете? Вот знаете, вот я их поливаю, вот сейчас, значит, летом я их, конечно, поливаю почаще. Вообще я их поливаю зимой раз в месяц, этого достаточно. Сейчас где-то раз в две недели. Но сейчас я вот орхидеи, просто мне, как вот Марк сказал, стоят в воде. Нет, я с этим не согласна. У меня орхидеи, что меня попросили снять, а вы не говорите. Нет, а почему я не буду говорить, я наоборот скажу. Так что на квартиру пойду, может быть, у меня же там джакузи, кожаный диван большой, большая пласма. Вот это я про орхидеи расскажу. Ну подожди, да, я поквалюсь-то. Трехкомнатная хата, тренажерный зал, двуспальная кровать здоровая, крошки, ванна. Ой, ванна уже говорил, кухня. Вот так говорите теперь вы. Завидная же нет. Ну и вот про орхидеи. И все-таки, знаете, они у меня сейчас как стоят и прекрасно пьют. У меня горшок стоит, ну вот в таком, если посмотреть, видно в пластиковых ведрах. В ведра я положила несколько крышек, таких от банок пластиковых. И то есть у меня получается на дне вода, но, да, но орхидеи не касаются воды, понимаете. И вот создается вот этот влажный эффект и очень-очень хорошо орхидеи. Мои, видите, они цветут и чувствуют себя очень хорошо. Ну, рассказал как? Илюш, вспомнишь каждый лягух? Ой, вот я вот за это переживаю. Ну, вспомню, наверное, некоторые я помню. Ну, вот, что вот-то, что вот. Ой, какой же нелезавидность. Да, вообще, но моя самая гордость это кошеный диван и джакузи. Да, джакузи, да. Ой, вообще, в ванночку, как ляжь, как на кнопку нажмешь, тебе бульки бьют во все, что надо и не надо. Потом пил, переключил в спину, массаж, о-о-о. Ну, пока я моюсь по-деревенски, да, мать? Под душем. В ванной почему? Ну, ладно, но не джакузи же. Ну, джакузи нет. Ну, купи, поставь, будет джакузи. Да, нет. Добрый вечер. Вечер добрый. Вы откуда к нам пришли? С какого города? Кто вы? Представьтесь, гости в студии. Что ж он в банке? В банке я не знаю. В Нижний Новгород. Очень приятно. Мы серпухаем. Ой, что-то я подустал уже. Мам, ты не подустала? Нет, не подустал. Хорошо общаться. Мне прям хочется ноги куда-то повыше задрать. Аккумулятор. А грунт орхидеи. От полива до полива. Прям сухой. К поливу. Или чуть влажный. Нет. Я проверяю всегда. Горшок очень довольно-таки легкий. Потому что там кора. Значит, пора поливать. Нет у нас бани. Нет, бани нет. Мам, а что у нас намечается вечеринка? Почему у нас пивные стаканчики на целую роту солдат? Это секрет для чего? Для видео нового? Нет. Секрет? А почему секрет? У нас кто-то придет гулять? Да никто не придет гулять. Это я купила стаканчики для других. Интрига. Это для рассады. Нет, не для рассады. Мам, ты мне прям это... Догадался? Для чего? Догадался? Нет? Да. Для чего? Мама. У нас же мама бизнесменка. Чтоб клубнику ведрами не торговать. Потому что она говорит, кому-то ведро не надо, а кому-то стаканчик надо. Правильно, для малинки. Но не для малинки, а для клубники. Потому что, ну мало ли, вдруг мне придется попродавать. Ленка спрашивает, мазюкаешь ли ноги чем? Я говорю, нет. На продажу. Правильно. Мама, у вас бизнесмен. Нет, ну а что? Куда ее девать? Клубнику-то? Надо же ее реализовать. Юлечка, у вас дома есть столетника? Как вы ее применяете? Мама, столетника что такое? Да, у нас есть. Да, большой столетник. Ой, большой столетник. Огромный у нас, да. Как применяем? Покажи. Поднимать, что у нас еще опять порушится, стекло упадет, зимний сад развалится. Принимаем, вот у нас когда нарывы, от кашля мы настаиваем. Варенье, варили клубничные. У вас очень интересная. Правильно, Юля, вы молодец. У вас очень интересная клубника длинная. У нас клубника, вы знаете, разных сортов. Меня спрашивают, сорта хоть убейте, я не знаю. И она разная по вкусу. И она вся разная по вкусу, да. Я скажу, у вас... Юля, сколько у вас килограмм клубника? У нас клубника стоит... 250 рублей! Это, да, это как бы от 250 домашних до 300. Что, и выше, что ли, даже? 300, да, 250. Ну, мама поставила цену, она поузнавала, сколько бабульки продают, и поставила цену такую же, сколько бабульки. Ниже я поставила. Ниже, да. Конечно. У нас 250... Соседку у нас по чем продают? 300. А, соседку сдали. А, это... Мы просто поехали в городе, посмотрели, привозная клубника 250 рублей. Привозная даже? Да, 250 рублей. А откуда она привозная? А кто знает, откуда? Они тебе наговорят, что угодно. Откуда она? Вы знаете, у меня есть сорт клубники. Правильно, что... Правильно, что продаете. А почему бы и нет, у всех есть дача, не у всех есть дача, а я делаю подделки для с... Ого! Вот, здорово! Для сала или для сада? Для сада. А из чего вы их делаете, интересно? Мне... Илюх, чем... Соседка хитрюшка, чем мазюкаешь ноги? Ничем не мазюкаю, Ленка, сейчас что-то не мазюкаю. Сейчас как-то у меня лишний вес пропал, мне как-то полегче стало. А вы людям витамины предлагаете? Вы знаете, вы про клубнику? У меня есть сорт клубники, к сожалению, я не знаю, что это за сорт. Ну, давай, рассказывай. И вы представляете, я... Это ужасно! Там ягоды, они вот формы, как картошка, и когда куст раздвигаешь, ну, просто, я не знаю, ну, прям... Это прямо там их ужас сколько. Но они кислые. Да? Да. Из горшочков... Из горшков цветочных... Это поделочки. Человечков. Ой, интересно. Илюш, попроси, чтобы тебе скинули. Фотку скиньте нам, пожалуйста. Посмотрите, потому что я тоже люблю. Вконтакте. Скиньте фотку своих поделок, а? Пожалуйста. Куда? Илюха Меняев найдите. Илюха Меняев. Там такой сексиш-макси-мальчик лежит на пляже. Это я обаима. Ой, скиньте, пожалуйста, потому что очень хочется. Я прям вообще обожаю такие вещи. Вот, всякие поделки. Все, что мы сделали, это... Че? Ути-пути. Ха-ха. Нина, ха-ха-ха. У нас только два поросенка из фляха все стоят. И подарили индюка на улицу. А мне его жалко. Он у нас дома стоит. Обязательно скину. Спасибо. Прям... Ой, прям... Прям... Мы обязательно посмотрим. И завтра вам расскажем. Да? Ну, че у тебя ноги в объективе? Ой, ноги, извините. Простите, простите. Просто повыше поднял, чтобы они не... Чуть-чуть отдохнули. Илюша. Набрал бы взрослую? Ой, Ленка, сейчас лето вообще... Сейчас вообще не вариант. Это ближе к сентябрю. Я бы с радостью набрал бы взрослую группу, если бы ко мне... Вот, надо позвать... Набрать группу взрослую. Видела на кухне индюка. А, вот, представляете, ну, мне прям жалко его на улицу ставить. Он такой красавчик. А вообще говорят, что я не знаю, вот у нас в Тарусе, говорят, делают вот эти всякие фигурки. И что, говорят, очень они довольно-таки недорогие. У меня все время мечта, да, в сад купить какие-нибудь фигурки. Вот самим бы научиться, как-нибудь делать, понимаешь? Хоть чучело сделай. Ну, вспомнишь, папа все делал, чучело-то у нас стояло, какая, крюгер такой. Что-то не делает в этом году. Я вам, знаете, мы что, вы кто? Мы видеоблогеры. Мы? Меняевы. Сколько маме лет? Женщины не спрашивают о возрасте. Скоро снимем, у меня немфеи зацветают, Илья, в пруду. Да. Говорят, в Берендеево еще продают. В Берендеево? Это где Берендеево царство, что ли? Да. Мама и сын, да, мама и сын. Вы очень клевая семья. Спасибо. Илюш, ты бы хотел в танцах на ТНТ поучаствовать? Не хотел. Уже как-то я чуть-чуть перерос. Ну, танцы про ТНТ. Я бы хотел бы в голосе, где-нибудь в вокальном конкурсе. Ни разу не видела. Ой, вы что это? Вот, знаете, кто к нам приходит и говорит, ты что, это что у тебя в пруду искусственный цветок плавает? Вот, действительно, он как-то распустится. Вот, кстати, с ним... Мне Ольга говорит обычно, что ты крякаешь? Я когда мне что-то рассказывают, я... А, а, а? Она говорит, что ты крякаешь? Вот, и немфеи хотела еще купить, но очень сейчас долго. Оркидей, Илюш, поскольку лет у тебя занимаются... Есть... Ой, у меня есть ученики, кто очень долго занимается. В Берендеево 18. Как медный купорос в пруду. О, вы знаете, вот про медный купорос я вам сейчас скажу. Сначала же вода была у меня голубая, и все. Сейчас вот, интересно, он как бы немного как бы на дно осел, но вода настолько кристально чистая в пруду. Я хочу... И в одном и другом не цветет. Медный купорос свое дело сделал. Так что нормально, медный купорос в пруд можно. У нас папа смеется, говорит, может, и в бассейн его запустить? Ну, не спи, Илюша. Ну, спрашивают же, надо отвечать. Правильно, про купорос там, про всякие... Про купорос, варикоз. Варикоз. Вот к нам еще кто-то... Нас 21. Хотела пруд сделать, как у вас муж сказал, где картошку сажать будем, Ишку? Не, ну, у нас прудик совершенно маленький. Мам, может, не к участку вообще с Гулькин нос? Ой, ну, я не знаю. Ну, пруд вот даже хоть какую-нибудь в ванну закопать и то. Юля, покажите пруд. Покажем. Когда? Нимфи. Пойдем сейчас покажем. Сейчас пойдем. Мы в бассейн добавляем купорос, вода... А сколько вы в бассейн добавляете? Скажите, пожалуйста. Ну, 12 суток нормально. А сколько в бассейн добавить купорос, чтобы это не того, а не... И ребенку... А ну сколько вы добавляете купороса, чтобы это не керпит нужно? Что нам нужно бабе, манекены, тарамагазины? У нас участок... Никого нет такого. У вас участок-то... Оммага, что-то ни у кого нет такого. Что за оммага у меня? Вы думаете, у меня участок, что ли, большой? Прям вот думают, как будто... Гектары. Гектары, не говори. Абсолютно не гектары. У нас 13 кубов воды 100 грамм. А, на 13 кубов воды 100 грамм. Ого-го. Да ничего не ого-го, ма. 13 кубов. Запомнил, Илья? 13 кубов. Че-че? Дай вам ручку запишу. Ручку на. Запиши. Секунду. Бумажку ловлю. Зато забуду. Бороз варикоз. Пиши. Крупный мипот. Ну да, вон там ручка. А че, тебе не ручка? Ну она не пишет. Да, вон там. Ломастер на тебе. Подделки фоток скинула. Хорошая ручка. Я в школе писал. Пишут. 4,5 диаметр, глубина 90. Запиши. А 4,5? Записала. Пиши. В каждой строчке. 4 клетки отпусти, отступи, поля красной линию пропусти. Пиши. Контрольное домашнее задание. Записала? Все. Молодец. Еще с ошибками написала. Просто так не получилось. Разберись, гуд. Разберись об асфальт. Ветер похватил и не жалея сил. Остатки впечатлений унес, не спросил. Просто так волной воспоминаний унесло тебя. Не желая знать признаний в тихом городе, в тихом омуте. Где-то тара-тара-тара чужие повести. Юля, как вы относитесь к подкормке из настой? Песня. Неплохая подкормка. Ну и любая трава тоже неплохо. Нормально пока. В прошлом году ребенок упался в такой воде. Ну попробуем. Ну пруд прям идеальный. Вода я прям не ожидала. Я раньше тоже и... Ну потом правда вот торсиные таблетки помогали тоже. Ну вода очень чистая в пруду. По крайней мере в это время она бы уже цвела во всю. Потом расскажите как вам мои... Очемелые ручки. А обязательно расскажем. Обязательно посмотрим и расскажем. А вы знаете, я в бассейн добавила... Вот посоветовали, кстати, в перископе морскую соль. Тоже хорошо. Просто так снимаете, что в конце крятки не видно. Ну вот так снимаем. У меня дела совет интернете о воде за людей положительный. Вот так вот. Это... Про водичку, про соль или что там добавить что-то не писал. Про медный купорос. Илюха. Поешь клево. Браво. А вода синяя долго будет. Ну вы знаете, Нина, я думаю, что я просто неправильно переборщила с дозой. Потому что не должна быть она такая вода. Мне кажется, я наверное это... В кубах ошиблась. И такое ощущение, что столько места. Это просто марк ощущения. Это просто камера. Обманешь зрение. Так, Илюш, посчитай. Некоторые советуют хлорку в таблетках из аптеки. Я не пробовала. Приятно. По имени называете. Не хлорку, да ну хлорку. Я вообще читала, что кто-то вообще белизну добавляет. Но это вообще в белизне плавать, представляешь? Какой кошмар. Вот так хлебнешь, потом по носу. Да, ну и хлорку. Не, ну хотя в бассейны же хлорку добавляют, хлорируют же. А, ну хрен его знает. Новый фон, новый фон. Отбелим. Точно, отбелим. Все, и стирать. Можно в одежде сразу купаться, и стирать не надо. Поотмокал, поотмокал, встал, на работу пошел. В тихом, му-му-те, тихом. Просто здравствуй, просто как дела. Я вообще пять теплиц, сколько мне зре. Здравствуйте, молодые люди. Здравствуйте. Марку все покоя не дают. Понимаешь, пять теплиц. Юля, к вашим прутикам садовый фигурки. Вот да, вот точно. Я в детстве хлебнула белизны. Ой. И слезы на ветра. Хочу, прям хочу садовые фигурки, но пока... Есть у нас старжевая собака. У нас уже, видишь? Сюня. Ой, дура, пишут. Дура. Это кто? Не знаю, кто. Илюша. Когда твое следующее путешествие? Мое путешествие будет в июле. Куда? Наверное, в Питер, я не знаю. Торгуете травкой? Мы торгуем огурцами, помидорами и петрушкой. Марк завидует, пяти тип, которая белизну выпила. А, ну вы говорите, так еще от мухи избавиться в бассейне. Попять ничего, с мухами плаваете. Нормально. Муху взял рукой, словил. Ой, не знаю, Нина, у нас муха нет. Да и нормально, господи. Муха, что, муха, нормально. Рукой выловила ее и все. И все, да? Было. Это как я помню, мы к друзьям пришли в гости, представляете? Ну все, разлили вену в бокал и все. И представляете, я снимаю сцена. У меня в фужере плавает муха. И я не знаю, и в общем все на меня смотрят, но это была пластмассовая муха. Да? Они так подшутили. Не, ну она нет, она как еще, она еще взяла помощь или... Она взяла, облизала ее. Облизала, говорит, ой, такая выловила, говорит, ой, Юль, да что ты и мухой эту облизала? Рукой не выловишь, сачком. Да ладно тебе рукой что-нибудь выловишь. Нырнул, славил, ну и как. А, мы же себе купили вакуумный этот, дно чистить. Ага, у пруда. Насос какой-то. И слезы нет, ветра в глаза. По асфальту белым белым. Ну и я тоже с сачком беру, сачком вернее, сачком. Ловлю. Сколько стоит насос? 800 рублей. Мя, 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 мя. И опять утка. Мя, мя. Юля, как бороться с вороньями в теплице? Ой, вы знаете, я вот накидала и ревень накидала туда. Мама, правильно, ревень или ревень? Ну, кто ревень, кто ревень поблизов. И пшена туда насыпала, и манки. В общем, все, что можно, ушли. По дну ползает. По дну ползает насос? Да. Он, знаете, вот такой есть один насос, вот как переливной вот стоит, фильтрацию делает. Вот к нему подключаешь тот насос, и вот так вот вводишь по дну, и он мусор это собирает. Что за насос? Бассейн чистить. Бассейн чистить. Когда в Питере будешь, попробуй десерт мамин любимый цветок. Вау. Там такой десерт. Представляешь? Какая температура у вас в зимнем саду? Мам, сколько у нас температура? После мартини? Нет, сейчас у нас очень жарко в зимнем саду. А зимой вообще здесь держится температура где-то 14-15 градусов. Где купили, мам? Купила в Леруа Мерлен. В Климовске. В Климовске. Потому что я замучилась на дно вечно какие-то там листики, все это вообще. И вот мы купили этот вот вакуумный насос, чтобы чистить дно. Алма-Ту у нас топит проливными дождями. Надоели. Надоели. Спасибо. А не потому что у нас были, а от нас ушли к вам. А у нас сейчас жара, дождей нет. Найти в инстаграм по очень красиво и вкусно. Найди, найти в инстаграм очень красиво и вкусно. Я хочу помыться. Ну сейчас давай еще несколько вопросов. Несколько вопросов и все. Да, к нам всегда после Москвы приходят. Вот. Я вообще в шоке. Я в Макдональдс пошел, думаю, не буду кофе пить, куплю чай. Купил чай. Чай стоит 60 рублей. Она мне на поднос поставила кружку и дает какой-то пакетик пихать. Я говорю, а что за пакетик? Она говорит, чай. Я говорю, а что за чай? Она майский. Я говорю, а один пакетик 60 рублей? Она такая, да. А я говорю, то есть кипяток получается дорогой? Она такая, да. Приятного чайпития. В Макдональдсе майский чай, пакетик 60 рублей. Вчера ехала. И? Вот, от дождя дорогу было с ней видно. Ничего себе. Вот так. Для бассейна купите вот этот вакуумный насос. Мы сначала с папой в том году собирали, чем мы в аквариуме чистим. Да? Ну а чем там? Чем, 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 чем? Ну вот этой вот. Вот этой штукой. Мам, так, 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 так. Он так и называется. Да, он так и называется. Сейчас я вам принесу, покажу. Подождите. А пока рекламная пауза. Две минуты, две минуты, чтобы, может быть, случилось чудо. Две минуты, две минуты, словно шанс из ниоткуда. Жаль, только на электронном табло тают секунды. Сколько у вас орхидерий? У мамы дофигаев. Летят, как назло. Когда отыскать мне такие слова, Чтоб сердце тронуть твое хоть едва. Ты с обидой шепнула, прости и прощай. Не звони мне, не надо. И не провожай. Все, что есть у меня. Вот в такой вот у напаковочке. Вот видите? Вот сюда вставляется палочка, которой водить. И он подключается, вот этот, фильтрует, который воду к этой штучке. И все, водите вот по дну. Видите, как от пылесоса. Вот эта вот щеточка. Вомам назовем видео, как чистить бассейн. Советы от Юлии Меняевой. Да. Не, ну вот. Еще, правда, не распечатывали, не распаковывали. Но я просто давно про него слышала. Как опробуем, скажем. Надо приобрести. Да, 800 рублей. Леру Мерлен. Спасибо большое. Все понятно. Показывалось долго что-то. Почему снимаете только ночь? Потому что ночью мы только встречаемся. Да. Мам на огороде, я на работе. Ночью мы приходим. Днем нам абсолютно некогда. Поужинали. После ужина мы. Ну, днем и утром иногда сейчас пытаемся чай пить перед работой. Да. Цена, да. Цена приемлемая. Снова ночь на дворе. Это значит, мы будем общаться. Это я начинаю всегда так видос. Ночью снимаю. Когда снимать? Или влоги, когда снимаешь, идешь. Привет, я пойду пить кофе. Ау, как у вас дела? И все такое раз такое. Мама, у тебя есть какая-нибудь фишка? Здравствуйте, дорогие садоводы и огородники. Ты начинаешь, да? Как ты начинаешь видеть? Здравствуйте, дорогие друзья. Садоводы и огородники. С вами снова встречаюсь. Садоводы и огородники на ютубе, а у меня Илья и импульс. Ну или в Бете Илья Миняев вы там найдете. Мы же Миняевы в ютубе. Муж уговаривает меня продолжить канал свой. Как-то не знаю. Ой, иногда тоже, знаешь, бывает, думаешь, блин, нахрен это все надо. Ну, в плане, мы не будем о плохом. Тем более у нас вон сколько наших хороших друзей, да? Нет, да. Вот, Юля говорит, говорит, а знает, что это. Не поняли. Нина, мы не поняли, повторите еще. Вот смотри, какой плюсик. Плюсик какой. Чмокила, спасибо, до завтра. Вот и я так думаю. Вот. Чего-то мы Нину не поняли. Да, негатив, да, сбивает с ног. Да, это бывает такое. И бывает, и, кстати, на ютубе это бывает очень часто. Вот так. Ну, это, это как в жизни бывает, знаешь, бывают хорошие люди, бывают плохие. Ну, вообще, каждый человек в душе хороший. А знаете, что это никогда? А знаете, что это? Никогда не догадаться. А знаете, что? А, это твоя фишка, Лина, ты часто говоришь. А знаете, что это? Никогда не догадаетесь. Не говоришь так? Не знаю, не заметила, да? А у меня всегда обоссаться. Так Юля говорит. Да? Да, 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 спасибо. А у меня, у меня вечно. Обоссаться, это моя. А Юля, знаете, что это? Никогда не догадаетесь. Уже знаешь, как-то со временем уже на канале какие-то фишки появляются. У меня вот эта фишка уже в прощании. Вот, а не помню. Наверное, Марк невнимательно смотришь. Миша, у тебя такая фишка. Уже со временем это все появляется. Как в детском саду. Мне уже, знаете, писали, что прекратите детский сад. Ну, не знаю, просто, наверное, профессионально и от этого не уйдешь никуда. Вот именно так объяснение. Снова. Да, здорово. Ну, что ж, давайте отдыхать. Хорошо посидели. Очень хорошо. Прям большое спасибо. Очень приятно всегда с вами общаться, дорогие наши. И завтра мы постараемся, может быть, и днем выйдем в саду. Спокойной ночи, сладких садов. И если завтра у вас выходной, хороших вам выходных. А если у вас рабочий день? Так что, может быть, постараемся в обед попить чайку и отдохнуть от грядок, немного поболтать, пообщаться, а потом снова на работу. Мы тоже вас любим. Пока-пока-пока.